Полигон в Песчанке принимает гостей. Для участия в окружном этапе соревнований «Безопасная среда» приехали команды со всего военного округа. Для того, чтобы полностью пройти этап, расчетам необходимо выполнить несколько боевых задач. Оказать первую помощь химически отравленному человеку, определить источник радиации и зачистить местность от загрязнений. Дополнительным участником соревнований можно по праву считать РХМ-4. С виду обычный БТР-80 на самом деле оснащены все необходимые аппаратуры для разведки и химического контроля. Полуавтоматическим газоопределителем, радиоактивным дозиметром и многим другим. В состав экипажа входит три человека и самое главное и самое, пожалуй, сложное в максимально короткий срок в этих стесненных обстоятельствах вылезти из машины. К тому же стоит учесть, что костюмы химзащиты не просто стесняют движения. По завершении этапа с бойцов буквально стекает по три ручья пота, ведь им нужно не просто бегать, но и выполнять поставленные задачи. Забайкальская команда начала готовиться к соревнованиям три месяца назад. Своими главными конкурентами они считают 16-ю отдельную бригаду РХБЗ, ведь их расчет в прошлом году выиграл все армейские соревнования, а после и международные. Самое сложное – это работа с приборами, конечно, требует выучки и всего. Ну и, конечно, температура уже большая, средство защиты очень жарко. По словам судей, полигон, на котором проходят соревнования, насыщен на препятствия и очень сложен для прохождения. Поэтому тем, кто хорошо покажет себя сегодня, будет легче и на всероссийских соревнованиях. Будут выявлены четыре лучших расчета РХБ-разведки, которые в последующем, буквально с 27 по 30 июня, начинается армейский этап конкурса «Безопасная среда». Проходим будет на базе военной академии РХБ защиты город Кострома. Победитель армейского, соответственно, выходит уже в составе сборной команды Российской Федерации на международный этап. Артем Кондратьев, Николай Шунков, ЗАПТ-ТВ.